В перспективе десятилетки Бобруйск прирастет на 60 гектаров, но очертания на карте существенно от этого не изменятся. Основные преображения будут происходить в центре и микрорайонах. Их будут уплотнять и достраивать. Об этом в своем докладе рассказала исполняющая обязанности главного архитектора города Елена Гумин. К 2025-му планируется ввести 650 тысяч квадратных метров жилья, к 30-му еще 300 тысяч. В основном это центр и районы Северный, вблизи крепости Киселевича и Седьмой. В последнем планируют построить 49 многоквартирных жилых домов. Административно-торговое назначение, бытовое, садик, школа, спортивные объекты. Ну и также малоэтажная застройка, малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Туда включается 30 многоквартирных жилых домов. Особое место в генплане отведено паркам, новым и уже существующим. Кроме того, в Бобруйске появятся амфитеатры и даже набережная. Как отметил председатель, все намеченное в честь строительства различных объектов реально воплотить в жизнь за два года. Это же время необходимо потратить на разработку перспективных направлений. Особо важно, чтобы на намеченных территориях уже была сформирована вся необходимая инфраструктура. Если нет, разрабатывать другие варианты. Много сегодня еще промышленных зон, которые остаются у нас с вами, даже не востребованы. А там сегодня инженерные сети, а там инфраструктура есть. Если они в дальнейшем, как промышленная территория, не будут развиваться, это одно. Если мы как перспективные планы планируем, тогда планируйте. Александр Студнев дал поручение разместить утвержденный генплан на сайте стендах администрации и довести до руководителя каждой заинтересованной структуры. А позже дать пошаговый план действий по каждому пункту. Это позволит проще работать с инвесторами и в том числе с их помощью выполнять поставленные задачи в срок и с меньшей нагрузкой на бюджет. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.